Только пришли с Грома из Гулянки. Сейчас часов шесть. Кошка, кстати, подбежала. Не знаю с чем это связано, почему-то Мои ноги. Не надо, не надо, не расстраивайся. Я просто боюсь, что глаза ее отцарапают. Она что-то там сидела, а сейчас что-то не под ноги. Нет, нет, не переживай. Тебе хочется познакомиться. Нет, 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 нельзя. Она не хочет с тобой. Нельзя. Нельзя за ноги кусать. Нельзя. Нельзя. Подписчики рекомендовали канал Антуан. Я не помню как его фамилия. Он собаками занимается. Я посмотрела. Всю ночь сидела, смотрела и его видела. И какие-то вещи для себя уяснила. То, что нужно, то, что не нужно. То есть, что собака это действительно собака. Что это серьезно. Потому что у нас немножко как бы... То есть, она как бы избалованная достаточно. Потому что она больная собака у нас была. Долго болела. Мы ее, конечно, все обнимают, целуют. Вся она зацелованная. Заласканная. Несмотря на то, что она отдельно на балконе находится. В принципе, по сей день. Потому что доктор сказал, что пока еще в дом нет. Ну имеется в виду спит на балконе. Гуляем мы сейчас 3 раза в день. Рано утром я выхожу в 6. Не кусай. Я выхожусь не один раз. Нельзя. Нельзя. Вот я видела Антуан. Он делал вот так вот в своих видео. То есть, если собака начинает. То есть, она в принципе играет. Но кусает она достаточно больно. Вот если посмотрите. Она от моей руки искусала вчера. Кошка не играет. Кошка взрослая. А ей хочется понюхать. Кантуан рекомендовала. Я дала собаке. Я кошку держала и дала ей понюхать. Держала кошку задом. Я так понимаю. Это как бы потому что для кошки сзади только в рак подходит. Я так понимаю. Не подходи близко. А то она тебе поцарапает глаза. Нет. 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 Тебя никто не обидит. Не переживай. Не переживай. Нет. 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 Нельзя за ноги кусать. Иди сюда. Иди ложись. Нельзя за ноги кусать. Фу. Нельзя. Это наша кошка. Она старше тебя. Ей уже года три. Наши семьи. А ты хочешь поиграть. Она же не собака. Она кошка. Она играть не будет. Если ты будешь пытаться к ней подойти, она будет на тебя набрасываться. Понятно? Нельзя. 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 Сейчас она тебя погонит. Она уже поняла, что нет. А лает не надо. Не приставай к ней. Не приставай на взрослая кошка. Я чихнула. Нельзя. 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 Симон наша кошка. Ты не думай, что тебе тут все позволено. Она старше тебя намного. Сидеть. Хорошо. 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 Умница. Конечно я с удовольствием посмотрела все видео Антуана. Различные ситуации. И с кошками, и с собаками. Я понимаю, что все ситуации разные. У Антуана написано, что каждый случай это индивидуально. Не пытайтесь повторить все это дома. Но какие-то вещи можно взять на заметку на самом деле. А мы погуляли. Гуляем 3 раза в день. Как я сказала. Я гуляю рано утро. Часов в 5-6 утра. Дэнни гуляет днем. Где-то в 12 или в 2 часа. Потом мы еще выходим с ней вечером. В 10 вечера. В 11 утра. Так. Камера. Так. Ты куда? Куда? Тебе хочется поиграть. Я понимаю. Что-нибудь погрызь такое. Иди поешь. У тебя там еда твоя душит. Привет. Привет. Так. Так. Началось. Нельзя. Нельзя коврик брать. Кстати на улице порвалась съесть несколько раз. Не один раз. Прекрасно понимает фу. То есть вот дворняга понимает прекрасно фу. То есть ее не надо там либо встряхнуть хватает, либо просто сказать так громко фу. И она сразу выплевывает. У нас выплевывала только одна собака. Это Мэрис. Вот у нас была не фауна. И она вот ей конкретно когда подбегаешь к ней говоришь фу сказала. Она прям выплевывала. И это так же выплевывает. Кстати кошка так немножко расслабилась. И уже там не лежа, а сидя села смотреть. Ну в принципе спокойно. Но внимательно наблюдается огромное. Что это такое тут у нас. Раньше сидела на балконе. Да? А сейчас можешь так сказать. Мало того что выбрался с балкона так еще и лает. Ты между прочим вот если вот это сгрызешь ты с чем будешь на улицу ходить гулять? Сейчас кошка опять такой заняла полулежачую позицию. Ну она как бы ее отпугнула. Кошка все. То есть гром побежала к ней и она на нее пшикнула. Больше она как бы это без каких-то поползновений. Кошка в другое место переместилась. Она так и будет, кошка, перемещаться вокруг и наблюдать за громом. Она в принципе все время что гром и здесь она за ней наблюдает постоянно. И за балконной дверью наблюдала. Нельзя, нельзя. Она старше тебя. Грома сидеть. Хорошо. Хорошо. Она даже не садится, а ложится. Хорошо. Хорошо. Молодец. Хорошо. 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 Стоять. Не подходи к ней. Не подходи к ней. Нельзя. Кошка, конечно, обалдела от такой наглости. Можно видеть по ее глазам. Гром, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, чтобы она тебя не напросила. Лежи. 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 Хорошо. 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 Я просто боюсь, чтобы она не набросилась. Туда-то я не успею подбежать. Тут-то я еще как-то сориентируюсь более-менее. Кошка просто не знает, что ей делать. Понимаете, ей вроде надо свою территорию защищать. С одной стороны, я тут громе не даю, особо тут лаять или передвигаться куда-то. Она хочет показать, что нельзя сидеть. Нельзя. Нельзя. Лежать. Лежать. Сима тут. Нельзя. Сима ревнует. Она не понимает, не совсем. Нельзя. 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 Нельзя меня кусать за ноги. Не надо, Сима, не надо. Сима ревнует. Сима ревнует. Раз-вбираю. Сима ревнует. Сима ревнует. Сима ревнует.